Сегодня хочу показать и рассказать, как за 2 минуты отсортировать свой материал в Final Cut. И тема сегодняшнего урока – ключевые слова. Погнали! Итак, нет примера лучше, чем сортировка материала и исходников в свадебном фильме. Мне недавно на монтаж упало почти 1500 на 11 часов, и я немного запарился, потому что я никогда не монтирую такое большое количество материала, и из этого должно получиться было 30-минутный свадебный фильм. Мои проекты выходят не больше, чем на 11 минут, и я обычно не заморачиваюсь с сортировкой по ключевым словам и вообще не заморачиваюсь с сортировкой материала. Я просто открываю его в Avior, открываю его в панель библиотек, отсматриваю материал и скидываю его на тайм-линию, те куски, которые мне нужны, собираю клип, и на это у меня уходит не больше, там, несколько часов работы. Здесь же немного принцип другой – как это делают в премьере. Например, в премьере парень, который мне скинул этот материал, он создает отдельные секвенции. Это все круто, но в Final Cut такое не проканает. В Final Cut есть такая функция, как сортировка материала по ключевым словам. Так, у меня уже открыта здесь свадьба, я уже ее почти смонтировал, и у меня здесь уже разобран материал по ключевым словам. Так, открываем проект, 20 июля 2012 года. Вот так выглядит готовая свадьба, это вся тайм-линия. И здесь слева в панель библиотек у меня отсортирован материал по ключевым словам. Для того, чтобы отсортировать материал, можем нажать на вот этот значок с ключиком, который вызовет редактор Keyword Collection. Либо для того, чтобы ускорить, конечно же, наш монтаж, запоминаем горячую клавишу Command-K, вызывать редактор ключевых слов, это пишем. Command-K, редактор. Почерк не очень хороший, запоминай так. Редактор ключевых слов. Для свадьбы актуально, чтобы были отдельно сборы жениха, сборы невесты, прогулка, поздравления, перебивки, звук, загс, банкет. Ты можешь сортировать, как тебе удобно материал. Короче, показываю, как это делается. Так, у меня уже отсортирован весь материал, я сейчас наглядно покажу, как это делается. Для этого я удалю все подборы ключевых слов. При этом исходники не удалятся, выбираю их все, нажимаю Delete Keyword Collection. И будем делать это заново. Например, я хочу отсортировать, как собирается жених. Выбираю одно медиа, нажимаю Command-K, редактор ключевых слов. Здесь я тоже сделаю Remove Keyword Collection, удалю все. Расскажу об этом чуть позже. Все, выбрали один исходник, присваиваем ему имя. Сборы жениха. В левом окне моментально появляется новая папка, куда отсылается наш файл с соответствующим именем. Далее, что мы делаем, мы видим, что внизу, вот в выпадающем окне, появляется наше ключевое слово и присваивается ему горячая клавиша. В данном случае Command-1. Дальше мы выбираем следующий исходник, нажимаем Command-1. Следующий исходник, Command-1, следующий Command-1, следующий Command-1. Еще, еще, еще. Как сделать быстрее? Если ты знаешь, что у тебя в этой папке все исходники будут сортироваться под этим именем, выбираешь их все, вот таким образом выбрал. Можно выбрать либо перетянуть, либо выбрать последний и конечный, при этом зажав клавишу Shift, выбрал все, нажал, проверяем. В папке сборы жениха появились все медиа, которые классифицируются у нас как сборы жениха. Допустим, нам дальше нужно сделать папку отдельную со сборами невесты. Не проблема, также выбираем первое медиа. Выбрали, здесь пишем сборы, видишь, он уже предлагает мне сборы жениха, но нам это не нужно. Мы создаем другую коллекцию ключевых слов, сборы невесты. Нажимаем Enter, Ctrl, 2, горячая клавиша, он присвоил к ней, открываем папку, проверяем, есть, готово, сборы невесты у нас готовы. Это первый способ создания ключевых слов. Следующий способ, когда ты уже, например, знаешь, что тебе нужно создать там сбор невесты, сбор жениха, банкет, ресторан, первый танец. Нажимаем на Event, кликаем правой кнопкой, New Key Award Collection, ресторан, да, клацаем Enter, открываем папку с рестораном, ресторан наш в 3-й и 4-й, я знаю точно. Нажимаю Command-A, можно двумя способами, либо перенести их сюда, в коллекцию ключевых слов, вот она уже здесь. Либо можно было просто нажать, также вызвать Command-K, и здесь, вот мы видим, уже присвоен ресторан, нажать Enter, все готово. Помимо того, что мы можем выбрать весь исходник целиком, вот он у нас выделен, мы также можем выбрать часть этого исходника и добавить его в коллекцию ключевых слов. Нажимаем I, не забываем переключиться на английский язык, потому что горячий клавиш работает в Final Cut только в английской раскладке. Нажимаем I, начало исходника, нажимаем O, конец исходника, нажимаем Command-K, вызываем редактор ключевых слов и добавляем его, например, там, ну, условно, да, часы, да, ну то, что мы видим. У нас появляется новая коллекция ключевых слов, и мы видим, что этот исходник у нас добавился только лишь тот момент, который мы выделили. Скидываем его на тайм-линию, и фишка в том, что этот исходник у нас, он на самом деле целиком, мы можем растянуть его вправо или влево. Просто здесь во Viewer мы будем видеть конкретно тот кусок, который мы выделили. Также ключевые слова можно добавлять в папки, вот как у меня здесь организован. Например, у меня есть папка «Сортированные медиа» и папка «Весь исходный материал». И эти две папки лежат в папке «Все ключевые слова». Для того, чтобы сделать так, выбираем ивент, которым хотим это сделать, нажимаем правой кнопкой «New folder», присваиваем ей имя, например, «Все ключевые слова», да. Важный момент, что папки работают только для ключевых слов. «Все ключевые слова» и перетаскиваем во «Все ключевые слова». Вот мы видим, что она добавилась. Это очень удобно, так можно сортировать свой материал перед каким-то большим монтажом. Это тебе не понадобится, если ты монтируешь короткие клипы, какие-то минутные клипы для Инстаграма, небольшие ролики для Ютьюба. С этим не нужно заморачиваться. Но если тебе на монтаж падает большое количество материала, это нужно знать обязательно, потому что 70-80% монтажа и его скорости зависит от грамотного подхода к его сортировке. Если у тебя материал весь отсортирован, ты точно знаешь, где найти исходник, ты тратишь на это меньше времени, какие-то доли секунды. И поэтому на этом все. Хорошего тебе монтажа, ровных склеек и удачных тебе кадров. Пока!